Добрый вечер, в эфире Вести, Карачаево-Черкесия, в студии Ярослав Щекланов. Ценой собственной жизни он выполнил свой воинский долг перед отчизной. Сегодня на главной площади Карачаевска проводили в последний путь генерал-майора авиации Героя России Канамата Баташева. Вместе со своими боевыми товарищами Канамат Хусеевич защищал нашу родину. Страурного мероприятия Алихан Лепшоков. Он еще в детстве мечтал стать летчиком. И мечта сбылась. Канамат Баташев стал первоклассным летчиком, дослужился до генерал-майора и увековечил свое имя, став Героем России. Борясь за мир, спасая людей, стоял на страже безопасности нашей страны. Выразил соболезнования, совершил обряд дуа по погибшему летчику, председатель координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфти Карачаева-Черкесии, Исмаил Хаджбердиев. Действительно, это очень траворный для нас день. Потому что шел из жизни герой, истинный герой. Много было у нас героев, те, которые воевали с фашистами. Очень многим потом дали звание героя. И вот сейчас Канамат стал первоклассным летом. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Темреза вручил орден Героя России семьи генерал-майора Канамата Баташева и выразил искренние слова соболезнования родным и близким прославленного летчика. Его мужество и храбрость являются примером для всех жителей нашей страны, отметил глава республики. Во все времена мужество, отвага, честь будут в нашем отечестве главными ориентирами. К сожалению, спустя 77 лет с великой победой мы продолжаем борьбу с нацизмом и фашизмом. Защищаем наши ценности за пределами России везде, где живут потомки героев-победителей. Канамат Алексеевич Баташев погиб, выполняя свой воинский и гражданский долг. Как и все наши бойцы, он защищал интересы России и своего народа, который будет хранить память о своих героях. Рашид Темреза внес предложение депутатам Карачаевской городской думы о присвоении Центральной площади Карачаевска имени Героя России Канамата Баташева. Понимая все риски и обеспечивая прикрытие группы пехоты, генерал-майор Канамат Баташев совершил второй круг на своем самолете и попал под обстрел. Он погиб, стараясь сохранить жизнь своих товарищей, попавших в окружение противника. Прекрасный командир, легендарный летчик, замечательный человек, чьим призванием было небо. Настоящий патриот России. Офицер и защитник Отечества, конечно же, не смог остаться в стороне и по зову сердца принял решение, имея за плечами огромный боевой опыт и летное мастерство бороться с нацистами. С этой заразой сегодняшнего нашего мира. Он до конца выполнил свою боевую задачу. Генерал-майор Канамат Баташев был настоящим патриотом и очень любил свой народ. Собравшиеся отмечали, что он всегда принимал активное участие в жизни карачаевского народа и всегда думал о нем, даже находясь далеко от ратных мест. И герой России Канамат Хусевич отмечал, что карачаевский народ всегда должен развиваться, сохраняя свой потенциал среди народов России. Самое главное, на мой взгляд, чтобы сохранялись условия, которые позволяют нашему народу проявлять именно те качества, которые позволяли или позволили выжить, развиться и, по крайней мере, в том состоянии, в котором мы находимся в современной России. Он был настоящим командиром и отцом для многих из нас. Сослуживцы и друзья также выразили соболезнования семье летчика-героя. Канамат очень любил родину. У нас всегда все разговоры переходили на родину, на карачаевский народ. Он мечтал, что карачаевский народ многострадальный, обретет свое место, заслуженное место. Ради этого он выбрал одно из элитнейших училищ, ейское училище. Он закончил это училище хорошо. Был прекрасным летчиком. В завершении траурного мероприятия собравшиеся совершили похоронную молитву Джаназа Намаз, которую возглавил муфти карачаева Черкесии Смейл Хаджибердиев. Провожая генерал-майора авиации Канамата Баташева, собравшиеся отмечали, что память о нем навсегда останется в сердцах земляков и в истории нашей страны. Алих Алимшоков, Мухаммед Ашибоков. Вести Карачаева Черкесия. Карачаевск. В Карачаевске с 1 июня на 10% увеличен размер прожиточного минимума. На душу населения теперь составляет 12 667 рублей, для трудоспособного 13 806 рублей, пенсионеров 10 893 рубля и для детей 13 201 рубль. Накануне по проспекту Ленина произошла авария с участием четырех автомобилей. Десятка под управлением жителя Аула Эльбурган двигалась в сторону от центра города. Водитель не заметил автомобиль, остановившийся перед светофором на пересечении с улицей Даватора. Произошло столкновение, после которого десятка вылетела на полосу встречного движения, прямо на ехавшую в обратном направлении Ауди. Та, в свою очередь, столкнулась с Вольцвагеном. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два человека, один из которых, водитель десятки, доставлен в республиканское медучреждение в тяжелом состоянии. По предварительной информации, именно несоблюдение им дистанции и стало причиной аварии. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии местами кратковременные дождь и гроза, днем в отдельных районах сильный град, ветер восточный и 5-10 метров в секунду. Днем при грозе будут порывы до 15-18, температура ночью 11-16, в горах до плюс 10, а днем 27-32 градусов тепла и местами 18-23. В Черкесии ночью без существенных осадков, днем кратковременные дождь и гроза, ветер восточный и 5-10 метров в секунду. Днем при грозе будут порывы до 15-18, температура ночью 14-16, а днем 30-32 градусов тепла. По 17 июля в Кисловодском цирке спектакль «Клоун» 2-96-58, категория «Нарпрос». Зовут меня Злоднев Владимир Николаевич. Я занимаюсь исследованием и лечением боли, острой и хронической, связанной с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Не терпите боль, мы знаем, как вам помочь. Клиника управления болью на базе клиники «Сити». Мы можем вам помочь. Продолжаем выпуск. Автоинспекторы информируют водителей Черкеска об установке по улице Ворошилова дорожных знаков, ограничивающих движение транспорта. По рабочим дням оно здесь снова является односторонним. В причинах такого решения разбирался наш корреспондент Артур Мхце. Автомобилисты, которые в эти дни передвигались в Черкесске по улице Ворошилова, пребывали в крайнем удивлении, когда их останавливали полицейские за какое-то там нарушение. Не понимали, как такое могло произойти, ведь они знают этот участок наизусть. Однако с недавних пор, едущих по улице от Первомайской в сторону Маралиева встречает вот такой знак. По просьбе жителей данной улицы, которые обратились в мэрию города Черкеска, комиссией по безопасности, было вынесено решение установить знак 3-1 по улице Ворошилова. То есть от улицы Первомайской до улицы Умара-Алиева является теперь односторонним. Можно заезжать с улицы Умара-Алиева в сторону улицы Первомайской. В выходные дни действия знака отменяются. На этом участке автодорог Черкеска проблема с передвижением транспортных средств и их парковкой не нова. Когда-то проезжая часть от Первомайской до Умара-Алиева была перекрыта из-за требований к антитеррористической защищённости силовых ведомств, к которым относятся и находившиеся здесь подразделения регионального и городского МВД. Позже на республиканском уровне приняли решение разгрузить соседние улицы. Тем более, что на окраинах города построили здания, куда и переехали полицейские. В конце прошлого года в самом начале Ворошилова были удалены с дороги КПП и барьеры. И транспортные потоки тут же захватили эту проезжую часть, а обочины стали сплошной парковкой, мешая двигавшимся в обе стороны автомобилям. Раньше вообще улица закрытая была, потом перекрытие убрали. Но всё равно люди пожаловали, что невозможно нигде припарковаться, машин много, в связи с этим они обратились. Автомобили могут передвигаться по этому участку улицы Ворошилова в обе стороны исключительно в выходные дни. По рабочим только со стороны Умара-Алиева в направлении Первомайской. Тем, кто всё же решит, что правила и знаки придуманы не для них, придётся ближе познакомиться с работой дорожных полицейских. А чуть позже на участке, скорее всего, установят и камеры видеофиксации нарушений. Мы попробовали узнать у самих автолюбителей, что они думают по поводу нововведения. Однако водители уклончиво отвечали, что их мнение всё равно никто не будет учитывать. Со стороны кажется, что при полном выполнении всеми и полицейскими, в том числе своих обязанностей, не пришлось бы устанавливать никаких новых знаков. Имеющийся здесь о запрете парковки и стоянки транспорта у обочин даёт право эвакуировать на штрафстоянку четырёхколёсные средства передвижения нарушителей. Но ведь для этого придётся применять эвакуаторы, число которых пока ограничено. Куда проще, видимо, составлять протоколы. Такого количества бумажной работы, как в первые дни действия знака, у автоинспекторов, наверное, не было давно. Впрочем, иногда вводимые запреты дают нужный результат. А вдруг здесь будет именно так? Артур Махце, Алибастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. В Карачаево-Черкесии завершился оригинальный этап всероссийского конкурса «Мастер года-2022». И по этому случаю провели торжественную церемонию награждения. Она состоялась на базе Аграрно-технологического колледжа в посёлке Эркен-Шахар Ногайского района, где и объявили победителем. Кто этот счастливчик и о важности самого конкурса расскажет Альбина Ломкова. Торжественная церемония по случаю завершения регионального этапа всероссийского конкурса «Мастер года-2022» запомнится надолго. И не только для конкурсантов, преподавателей профессиональных образовательных организаций, но и для гостей мероприятия. Со сцены звучали и торжественные речи, и любимые песни в исполнении артистов республики. А для звезды, что сорвалось и падает, есть только мир, ослепительный мир. Ежегодно главная цель конкурса – повышение престижа педагогических профессий, распространение передовых идей в сфере образования и подготовки кадров, изучение и внедрение лучших из них не меняется. Уровень среднего профессионального образования сегодня растет. О том, что наши выпускники, именно благодаря вашей каждодневной работе, коллеги, наши выпускники сегодня востребованы работодателем. Вот обращаюсь сейчас к конкурсантам. Вы все профессионалы своего дела. Всего за звание лучшего на региональном этапе всероссийского конкурса «Мастер года» боролись 10 кандидатов. Конкурсанты презентовали свои методические пособия и провели мастер-классы. В результате победителем стал преподаватель Аграрно-технологического колледжа Светлана Дюрменова. За время своей научно-педагогической деятельности мной написано более 80 научных трудов. Имею публикации в российских и зарубежных журналах. Благодаря этому конкурсу мы повышаем не только свою квалификацию, но еще мы выпускаем высококвалифицированных специалистов. Обращаясь к гостям церемонии, директор Аграрно-технологического колледжа Азамат Матакаев отметил о важности и значимости события. И о том, что это большая ответственность представлять республику уже на заключительном этапе конкурса. Абсолютно уверенно могу сказать, что каждый из моих коллег-руководителей 24 часа в сутки живет судьбой своего коллектива, каждого ребенка. Сегодня колледжи республики являются категорией не только образовательной, это категория воспитательная. Победителя и призеров конкурса наградили дипломами и памятными подарками. А самое главное, все получили ценный опыт. Альбина Ламкова, Мухаммед Ашибоков, Весик Корчаева, Черкесия, Ногайский район. Это все вести. Прямо сейчас смотрите «Вечер» с Владимиром Соловьевым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова